поехали ребята поехали финал верхней сетки не на шафте родился кельтец клач уже пытается подойти поближе познакомиться и вот он первый фраг именно хлоп 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 первый фраг шафт имеется у кельца нападает клач конечно же на стартовом стеке 35 кп всего лишь остается ой быстрее но не взял мегу ребята ошибка мумента не взял мегу кельц не взял мегу как же это конечно же не кстати потеряно лидерство ребята но надо каким-то образом машинки было пострелять что ли да у клача конечно мумит ребята эпичный мегу продевал кельтец просто душит стеком клач неизвестно что делать часики постоянно подбирая потерял кельцы вот это вот направление которое надо держать было постоянно много дэмэджа но клач не все ловит вот та вот ошибка ребята момента которая была допущена кельцом при когда не поднял мегу кому же повезет респауном кельта ведет респауном больше хорошо ребята и пошел на мегу быстро минус мега и шафт хорошо здесь надо соблюдать вот этот желтый конечно обязательно надо еще по подымать желтый но очень он не запомнил тайминги видите какая ошибка вот так вот решает отдать хэви армик даже борьба за лидерство забирает ребята мегу желтый арморчик следом хорошо надо контролировать все это мы только так можно подымать в воздухе минус клач ребята вот так вот маркус вышел из этой ситуации еще один минус да неплохой счету клача однако этого недостаточно и еще один минус ребята слишком на ломом вперед пытается клачет патроны 38 кп тоже важно хорошо переходим подъем хэви завершён подъем меги вот он он ахаха да глач падает в который раз ахахаха красавчик хотя бы вышел на обоюдный фраг и здесь надо кому же повезет молодец ребята 2 хп осталось однако вот они все ништяки 2 секунды до хэви 2 хорошо хорошо вот она и мига вскоре но надо каким-то образом забрать шафтец блин там полтинничек был конечно красивый пульту только что прозевал клач и можно нападать на мегу да 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 ой-ёй-ёй-ёй как хорошо получилось ребята пока зевал имена клач еще дополнительно как бы и сюда вообще на аптечечках лёгенько серьезно шафтом конечно по-актовски раскатывает кельтец неплохо сохраняет контроль шафт конечно у кельца просто вообще и попросту пикер подручный завершает этот фраг но кель переходит все дальше и дальше вот здесь вот конечно просто вот как на бычел получается на пычел плач этот фраг просто выпрыгнул из плэша ракеты просто выпрыгнул оттуда клач неплохо красиво именно в этих местах да просто полете выбирают некие отверстия для того чтобы нарисовать линии атаки кельте и формируя их делает дэмэш действительно красивый действительно очень важный 17 следующая хэви пара секунд до меги пытается уже заезженный трик так скажем с этим щитом и подпрыгом сделать клач но пока не удается ну не спешит конечно кельтец ему прагов достаточно две с половиной минуты ребята и шесть фрагцов тут надо еще конечно еще как-то постараться это все прозевать но маркус слишком силен это действительно ребята настоящий топ уровень свейка это про лига вот он полгода не играл но все равно помнят руки как это делать еще стоточку дэмэджа наваливает перед своей гибелью хэви армор лежит и да робот попросту не успевает на него восемь фрагов разницы полторы минуты тут вам не шутки да тут вам не шутки не получилось в воздухе снять пикером уж точно летели ракеты 7 фрагом минута двадцать надо мне кажется немножко плюс бы часа ударить дабы попросту полностью лишить противника всяких шансов ведь вот такие шаги имеет место быть маркус сосредоточься но ты чего но ты чего но в самом-то деле осталось одна минута хорошо ребята седьмой пёс дает позиции робот это первая карта финала верхней сетки за шведом gg ребят смотрим дальше так поехали дальше так удается удается пачку сделать первый фраг ну кельца есть рельса и принципе тайминги есть рельс очка очень сильная рельса у товарища кельца есть штраф еще может быть спасается бегством бычок да 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 но надо сохранять тайминги и кельца надо нарисовать попросту линию хороший первый фраг есть сравнял счет но омеге конечно приходится забыть очень быстро передвигается бычонок более выгодной для себя позиции пытается находить кельц понимая то что оппонент может в любой момент выйти и это атака будет жесткой ну машинку дядя машинку блин он одну пульку не дострелил представляете одну какой-то радор вообще получился из кельца сейчас прелестно просто fans for the stream any флойт и ауэл коммэн глэта сию ли все down and relax выходит вперед кельте от абьюзит и фаунгейтеры ну на пилу его нет ну ладно еще один респаун не не столь а промерчить бы в чок не столь а промерчил мэйбин фьючан прайт ведь стримит он инглэш под айну айдон но в эркензу серьезно бычок протаранил очень серьезно да и в преддверии миги это конечно же стратежно хотя бы есть таймингу кельта но у бычка нет так скажем хэпасика опасный шафт опасная рельса у шведа кельц вообще по-красивому здесь дожали никак по-другому не получалось мига снова за бычком но кельце уже надо формировать позицию на подъем миги много дэмэга и еще одна рельсочка просто межглаз пронизлась вызывает тело бычка это шестой фраг для кельца но конечно же мига мига в опасности ай-яй-яй буквально последняя секунда оставалось но штраф заимел место быть всю броню снес бычку айда кельцет есть еще одна рельсочка и за борт за борт бычок отправляется ребята седьмой фраг для кельца ой-ёй без штрафа не уходит наш молодой человек великолепно просто великолепно ребята 80 процентов 75 процентов в рельсы к сожалению знал тайминг бычок что ты делаешь дядя просто что-то сделать пять минут сейчас будет руки джам по-любому аплодирую ребята аплодирую кельцу просто великолепные рейлы и даже ульта пачка не спасает 10 фраг на счету шведа по инсайдам я слышал то что говорилось якобы сашка бейс да пьяненький был самым мастером самым главным боссом а кельца сейчас бычок порвет на раз два три но судя по всему так не получается вот уже 7 фрагов разницы за 4 минуты до конца ничего с этим не поделаешь пытается агрессию какую-то вкинуть но стрельба кельца просто великолепно обман очка такая легкая еще просто вот и радует действительно дуэль похожа на это испанское зрелище ребята корито минус минус рези много лет играл в к с потом понял что успехом не добиться не знаю может быть так ребят ну прошу простить меня за непрофессионализм тут уже в принципе ясно судьба этого раунда это финала верхней сетки кельтец конечно же по праву берет свое видео и потрясная рельса еще одна из этих четырех десятков 70 процентов демонстрирует рельсу ребята швед и это просто колоссальный результат до 70 процентов достаточно это очень легкостью справляется 2-0 ребята 2-0 в финале верхней сетки забирает победу кельц и вот такой вот нехитрый бой получился гигас ну что ж ребята финал финал нижней сетки битва за второе место данчес против робота выступает наградил еще рельсочкой надо было сферу пускать почему-то не догадался это сделать дальше с его отыграл и вот так вот робот попросту еще два раза на мангал насажены на шампур минус 190 роботизированный комплекс терпит крушение а данчес пытается его каким-то образом переломить и да неплохо такой вот так скажем трехслойный бутерброд из рельсы сферы и шоке только что прошелся по работцу ой-ой-ой-ой-ой-ой да ребят вы посмотрите какая красота вообще какая красота мама дорогая робот взбежал пытается атаковать но не тут то было по жопе еще одну рельсочку и дешат ну да не вообще прям с грацией закончились рельса ракеты пытается еще труп расстреливать робот по-любому недоволен но не тут то было две секунды до меги какой минимум хп остался только что у робота вообще просто какой минимум хп остался у робота так то действительно неплохо как будто бы опережает все события дача зоры и позиции заняты им тому благоволят и как уж говорят нам вот он всегда готов и вот его резкость его реакции его я им позволяет из этих позиций наносить это демочи вот демонстрация ну просто извините детей от экрана ребята разъеб из всех ситуации сколько там 80 процентов рельсы ребят 80 80 вон написано 16 из 20 попадает 80 ребята процентов рельсы а я снимал пишу пишу даня шараш это не тут то было ракетки все летит 92 на затеение робот как будто бы имба но когда 80 ребята во вы еще не устали от этой цифры которые я повторяю ребята 80 вон он написано внизу 80 процентов рельсы ай-яй-яй но чуть-чуть не хватило конечно демиджа 27 хп осталось у робота ненадолго конечно случился этот подъемчик снова знает тайминги даня да ребят стрельба конечно такого уровня очень много всего всегда исправляет реализация просто обалдоннейшая выходит на контроль как же достать мегу да че хэви побыстрее на контроль хэви к ну здесь задержался задержался робот очень быстрый я думаю что танчезору надо всячески сейчас остальное время психологически душить оппонента психологически попросту душить оппонента и там знаете всякую пилу показать плюс бэку строить там постоянно спамить ракеты стрелять по трупу вот горяна кто такой этот даня хорошо стреляет очень крепкий олд этот данчезор твойка очень крепкий ребята играл твой клайм всю эру в детстве когда ему было 12 или 13 что-то такое но когда короче малой был засветился тем что помимо тренировок еще использовал читы но он был реально малой он был словлен щитами вот и забанен и везде где только можно на всех вообще клей как вообще был малым читером но любовь к вейку вообще не смогла умереть в нем и он все время тренировался и вот 2020 наверно году или 21 после того как владыри все стал проявлять себе ярче и роярче вызывать и на ланок пытался участвовать его пригласили на аудиенцию ребята для проверки а именно пейс и лимб в московский клуб драться с тнз кириллом с профессиональным игроком и эти ребята следили за ним и за игрой дани даня тогда проиграл тнз на одну карту по моему в один фраг очень расстроился что проиграл но бейзом и лимбом было доказано и они выступили тогда перед всем комьюнити была передача официально это видео где-то есть о том что дань чизни используя читы имеет уровень и уважение квейков после этого прошел еще один год и данила разбанили и дали возможность участвовать в челлендже про лиги вот сам беседкой иди вот эти все там типы кто занимается они его разбанили и дали официальное приглашение на челлендж а потом случилась эскалация и забанили всех и сын игроков он так и не смог выступить вот такая вот гг ребята 10 соответственно для дань чизора вообще в легкую финале нижней сетки смотрим дальше так ребята ну даем шестерочка дань чизу придется воевать против слыш и опасно конечно есть хотя бы штрафик налепил и попросту отлетела и здесь минус просто пятки сверкают ребята пятки сверкает и есть большая разница между айтемами дальше забирает мигу и 8 секунд дабы еще прийти на хэвис читается понятно понимает возможные подходы слышки есть рецепт хорошая в тонике еще одну папа 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 мой мальчик именно на которой провели смо у ла 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 люли пришлось отдать но tot уже готов конечно к форсу еще давай прям как пощечина и как плетка этой рельсой как будто бы антенну вытянул и прям собаки по голове бьет сильно очень сильно и минус еще и это 50 бьет респаунд отсюда туда-сюда потрясные фраги и домой это домой ребята это домой просто да как малыша не ну да не профессионал я у этого данила в жизни может быть один или два раза за все 6 лет выиграл вообще сумасшедший игрок очень крутой попадает просто все понимаете он как стихия это как будто ты прячешься от ветра в чистом поле реально ты пытаешься прятаться от ветра в чистом поле и не успеваешь это делать ни одного прага не отдает ребята 11-0 представляю вообще температурную пердачину слышки просто вообще порево до минус абьюз 63 процентов услышки ребята просто вообще красота какая вообще 66 процентов очень жесткий согласен да просто вообще 17-0 ребята ггс 17-0 ребята ггс без базара да без базара 20 данчезор закрывает слышку и переходит драться кельцу ребята в гранд-финал вот это вот заруба будет сейчас смотрим с гг 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 гранд-финал ребят бяу-бяу гранд-финал поехали кельц против данчезора кельц на выступает на клочи в этот раз есть вообще очень мувментарные такой чувак есть рель зачкодля данчезора мы сегодня уже смотрели интересных катку данчи зора и кельца и там конечно до нее удалось отрыгаять плотненько под тригаять а что ж ты возьми мегу да ладно стартовые гвоздики нужны клочу дабы выполнять ребята триксы которыми конечно он пересекает все эти пространства и становится наряду по мобильности ребят два хп всего лишь осталось у кельца представляю только какое негодование доставила это встреча танчезу но все-таки 20 да мне помогают советами большое спасибо боёк действительно в гранд финале уже 1-0 1-0 в пользу кельца хороший хороший танчез просто молодец пяточки отстрелил товарищу клачацу опа молодец какая агрессивная атака несмотря на то что датчезу не досталось семега он с бодростью подошел к этой ситуации не приблизившись на сфере разорвал механического кельца просто кошки-мышки в этом вальсе кто выиграет позиционную борьбу тут и стреляет в основном в бок или в спину в этом случае удалось кельцу обыграть данчезора да и здесь смотрите как жестко штрафует ребята ой 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 танчеза так много попали и несмотря на это дерется молодец заруба на реализациях кельц демонстрирует великолепный рельс вот такие вот триксы выполняет клач с помощью гвоздиков пытается таня так неплохо еще со сферы забрал мегу однако ракеты попросту не летят доджи клача имеет свое место быть тут бы шафтом его просто раскочегаривать был бы другой эффект ну кельц уверенно вышел вперед и судя по всему пытается на недостатке обилки играть за некий плюс 5 минута стартовала мега и как контроль основных айтемов можно сказать что за данчезором плач попросту сбегает 22 хп осталось датчез у датчеза была пилка как же пытается заставиться снова попадание от датчезора но обилка судя по всему будет в позицию сыграна вот тут и здесь уже не сдобровать конечно но и здесь выходит выходит ребята невредимым вы посмотрите как плюс бы ты чит клач но это искусство это искусство не меньше осталось пять минут догоняет все-таки датчезор из параде по контролю в принципе можно рассчитывать что следующие пять минут будет у него шанса забрать эти три фрага однако если бы он сразу напал шафтом открываясь рокеджампом под атаку кельца который уже имеет это оружие было довольно таки не сейвово ой-ей-ей-ей в голову датчезу прилетает по-любому датчез нервничает по-любому да немного остается конечно у робота хэбэй и судя по всему до заветной фразы гг осталось недолго ведь разница большая времени все меньше и меньше датчез практикует маркадные врывы но пресекает своими выстрелами из разных пушек кельский это танки покидает матч и да ребят это гг это гг кельц гранд-финале 20 смотрим дальше возможно у дани еще есть шанс так ну поехали ребята да именно мэйновые девочки для этой карты выступает еще конечно афина может втесаться в их дуо разделив трио так скажем мэйн персонажа для дм-шестерочка кельт используется уже полученной пушкой ввиду рельсы и вот нарядил рельс очко одну блин еще под плазма трейл попал опасность ребята слышка может достигнуть но успевает вроде бы поднять мигу однако обилки нет совсем и тут конечно же быстрый кельт перенимает инициативу за счет скорости но ребят до слышка и абьюзит респауны делать все необходимое для того чтобы мгновенно сблизиться с оппонентом и это у кельца получается прям такие вот на бодром мигу мигу хороший просто вы посмотрите ребята прям из-под выпад верта сделал это рельсочку заставляет конечно уйти в инвиз и прям чувствовал где будет находиться оппонент 40 за две минуты слышка просто идеальную реализацию имеет и вы смотрите кельс маркуста как проявляет себя на сегодняшнем турнире вы помните какого уровня танчезор вообще и вот настолько сильно передавливает это сдать вот ребят ты можешь быть супер сильно ты реально можешь быть супер сильным но это как будто бы армрестлинг насколько ты сильный не был если противник хотя бы на какую-то вообще долю процента сильнее тебя перекос будет в его сторону и он будет побеждать судя по всему такое такая интерпретация правила до физики работает и в тайге это игра но вот на долгосроке смотрите как вот оно все обалдеть просто обалдеть он даже 1234 считает ребята и выстреливают ракету прям но как будто прочитав эту ситуацию здесь реально можно заподозрить даже волкачок легкий ну конечно же нет кельс очень долго шел к такому уровню и да он действительно его имеет так Ну 7-0 серьезное, конечно, преимущество Не знаю, как можно будет такое отпустить Но Кельт, смотрите, даже желтый армор Уже пропускает, думает Ладно, типа нормально и так Ну вот, там 7-0, 8-10 И не за горами Впечатляюще Данил на контроле забазировался Однако должен выпустить эту ситуацию Ну, смотрим, хорошо Неужели это начало камбэк из Рила? Ну, конечно же, Кельт Гиперопытный игрок Его все действия направлены Не для того, чтобы дать возможность Данчи за камбэк Все с точностью, да наоборот Слэшка просто мгновенно Как будто бы Есть такой персонаж же Слэш, да? Который мгновенно телепортировался И он был вроде бы как мужчиной В сериале Флэш, флэш Не слэш, флэш был Да, вспышка, флэш Ха-ха, я говорю Слэш, мужчина Флэш Ах, последний хэп не удалось Ринца встряла в землю, но не в слышку Ну, кельцы здесь находят себе силы Забрать фраг Да, да, ребят Да, ребят, ДМ6, А8-1 Потрясные, потрясные Фраги от кельца В начале тем более были На всем быстром он играет круто На строге, на слэшке На клочке Редко я видел его на анарке Но уверен, он тоже Может нечто подобное делать Данчезор уже некие прыжки веры делает Потому как ничего не остается сделать Как подключать аркаду А реализация слишком высока у кельца И фраг за фрагом набирая Конечно же, любого В некое отчаяние Вот ведет И после этого уже предпринимаются Аркадные, тельтовые Такие вот ворывы Так Хорошо, что Даня Хорошо, что Даня Данчез Тренирует в себе Вот эту вот жилку Которая Тоже ему Он понимает сейчас уже Что проиграл И что занял второе место На турнире Но сегодня мы слышали Перформанс В полупенале Верхней сетке Да? Слышали перформанс От Дани Судя по всему Судя по всему Надо еще немножко поработать Но, ребят Действительно Работать Как бы успокаивать Самого себя Это крайне сложно Это, наверное, возможно Даже самое сложное Что не наесть В этом всем вообще Маневре Майнд маневре Да ГГС пишет Данчез И пытается Уже как-то Забыться Ну что ж, ребят Великолепный Великолепный Турнир К сожалению Бэйс, ребята Не выступил Здорово Ввиду того Что они Сегодня решили С Лимбом Собраться И распивать Спиртные напитки По-моему Даже довольно-таки Крепкие Вот Бэйс Где-то Затерялся Там в топ-5 Топ-4 Второе место Получает Данчез Ребята И Вот с таким Вот именно Нехилым возвращением Поздравляем Кельца Он сегодня Забрал Первенство На турнире Просто Красавчик Маркус Красавчик Швед Да Немного Немного Досадно За Даню Но все-таки Второе место Я считаю Почетное Тем более Против Одного Из самых Конкретных Дарований Последних Лет Вот Кельца Да Все уже Знают О его Возможностях И не только Надеюсь И в будущем Мы будем Видеть Нечто Довольно Крутое Ребят Сегодня был Великолепный Турнир И что ж ГГС До новых встреч Жду от вас Реакций И комментариев Покедова Редактор субтитров Корректор А.Егорова